Собственный магнитно-резонансный томограф или сокращенный МРТ в Ненецком округе может появиться уже в следующем году. Об этом заявил губернатор Александр Цибульский. Сегодня он выступил с официальным отчетом о своей деятельности и деятельности администрации региона за прошлый год. По сути, это доклад о положении дел в регионе. В центре внимания здравоохранение, строительство жилья, а также школ, детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов. Обо всем по порядку в следующем материале. Выступая перед депутатами регионального парламента, Александр Цибульский тут же внес ясность. Ежегодный доклад губернатора – это отчет не только о его проделанной работе, но и всей администрации. Перед собой глава субъекта обозначил несколько важных тем, на которых подробно остановился. В их числе здравоохранение, строительство и социальная политика. Начал с первой. Ее губернатор назвал самой главной для жителей Ненецкого округа. Так, например, в последнее время довольно часто говорят о создании в регионе высокотехнологического медицинского центра. Александр Цибульский уверен, в Заполярье он не нужен. По крайней мере, такая клиника здесь не сможет полноценно функционировать. Мы не сможем здесь оказывать качественные услуги, потому что для любого высококлассного врача работа – это не только получение зарплаты, пусть даже и высокая, но это в первую очередь наличие достаточной практики для своей работы. А в силу наших объективных условий, малочисленности населения, мы не сможем обеспечить такой поток пациентов, который нужен высококлассным врачам. Но при этом мы с вами вполне можем наших пациентов отправлять в лучшие клиники страны, где они могут после хорошего диагностического исследования территории округа уже проходить высококлассное высокотехнологическое лечение. И это наша с вами основная задача. А вот от приобретения МРТ региональные власти отказываться не собираются. Наоборот, настаивают на покупке дорогостоящего томографа. Губернатор заявил, в Ненецкокружную больницу он может появиться уже в 2020-м. Он дорогой, он будет стоить порядка 100 миллионов рублей. Понятно, что для регионального бюджета эта цена весьма и весьма существенная. Где-то месяц назад вместе с руководством нашего блока здравоохранения мы были у руководства Министерства здравоохранения. Мы предварительно переговорили с министром, с ее заместителями. Они готовы поддержать нас и также финансово помочь для покупки этого аппарата. Поэтому наша с вами задача, в первую очередь, блока здравоохранения администрации, в этом году этот вопрос финализировать и постараться получить эти деньги и начать процесс приобретения этого МРТ. А в идеале в этом году уже его купить. Немаловажная тема – кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Александр Цибульский привел статистику. За четыре последних года по федеральной программе «Земский доктор» в регион приехали работать всего 13 человек. Показатель крайне низкий. Чтобы привлечь специалистов в Ненецкий округ, местные власти решили удвоить данную выплату. Особенно тяжело ситуация с кадрами наблюдается в сельской местности. Одна из причин – отсутствие служебного жилья и плачевное состояние ФАПов. Проблему уже решают. В следующем году в муниципальных образованиях построят сразу 9 новых здравпунктов. А всего их появится 14. На сегодняшний день у нас уже определён проектировщик, который разрабатывает типовой проект сельских здравпунктов. Это крайне важно. В соответствии с условиями контракта, проектно-сметная документация появится не позднее 31 августа этого года. Это говорит о том, что в следующем году, с самого начала года, как только мы получим финансирование, мы будем готовы к строительству фельдшерских пунктов. Нам не потребуется отдельное проектирование по каждому объекту. У нас будет типовой объект, привязанный к нашей местности, который мы просто будем тиражировать в наших населённых пунктах с обязательным условием, что в каждом из фельдшерских пунктов у нас будет присутствовать квартира для врача. Мы с вами ездим по селу, мы встречаемся с людьми, с врачами, и все они нам говорят, что проблема наличия жилья для специалистов стоит самым крайним образом. Таким образом мы решим сразу две проблемы. И построим современный фельдшерский пункт, и сразу предусмотрим в нём жильё для врачей. В новых площадях нуждается и Ненецкая окружная больница. Существующее здание уже едва справляется с потоком пациентов. Губернатор чётко дал понять, пристройка будет, ведь этот вопрос он поднимал даже на встрече с президентом. Надо сказать, что параллельно с этим мы ведём аналогичную работу по подготовке к строительству инфекционного отделения. Действительно, наболевшая тема состояния нашего инфекционного отделения уже просто не выдерживает никакой критики. На сегодняшний день мы начали разработку соответствующей документации для того, чтобы в следующем году у нас была возможность также податься в федеральную адресную инфекционную программу для получения софинансирования с федерального бюджета. Следующая тема – социальная поддержка граждан. По словам главы региона, властям и депутатам удалось восстановить социальную справедливость, которой так нуждаются северяне. За последний год возвращены и проиндексированы всеразличные выплаты. Одна из последних мер социальной поддержки, которую приняли в округе. Первоочередное предоставление новых квартир труженикам тыла. Мы приняли решение о предоставлении первоочередного права на переселение из аварийного и ветхого жилья для тружеников тыла. Это решение, которое мы с нами обращались, и мы смогли его принять. Вообще сегодня, если завершая эту тему, хочу сказать, что сегодня в нашем округе действует 148 мер социальной поддержки и ежегодные расходы, даже не расходы, а ежегодные компенсации бюджета на эти цели составляют порядка 2 миллиардов рублей. Подробно Александр Цибульский говорил о строительстве жилья на территории региона. Только за прошлый год в округе ввели эксплуатацию 21 тысячу квадратных метров. Это не одна сотня новых квартир. Впрочем, дальше больше. В этом году мы заключили государственные контракты, по сути, забюджетировали деньги на строительство около 48 тысяч квадратных метров жилья, что нам позволит приобрести для округа 1040 квартир в перспективе ближайших трех лет. Это те решения, которые уже приняты и по которым уже взяты на себя финансовые обязательства. Проведены конкурсы, и с этого строительного сезона начинается строительство многоквартирных домов. Ударными темпами будут возводить и социальные объекты. Прежде всего, школы, детские сады, особенно в сельской местности. В первоочередном списке Харута и Нель Минос. Что касается Наринмара, то в городе возведут еще два дошкольных учреждения для детей до трех лет. Заканчивая свой доклад, Александр Цибульский напомнил о персональной ответственности каждого, кто участвует в реализации важных для региона проектов. Олег Итанзийский, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.